Приветствую всех дорогие друзья с вами сегодня как всегда пиксель геймер но в эфире пятничный дайджест антернет ну и как всегда я оглашу самое главное из того что случилось в патче 3.14.0.0 но если вы хотите знать вообще о всех изменениях игры даже без изменений самого маленького заурядного скриптика то я как всегда помещу медленно прокручивающийся список информации которые вы сможете увидеть секунд так через 30 и самыми главными в этом патче стали две вещи а именно новый режим и его особенности также исправление багов при игре на серверах и прочее прочее информация во втором пункте конечно будет немножко специфичная но довольно таки интересная а теперь поподробней так новый режим ну это что-то конечно вот получилось классно сделать и теперь вообще буду заходить и играть в антернет потому что раньше я заходил в нее поиграть наверное за неделю не больше часа если не считать того что там снять видосик ну или там посмотреть на новые моды на этом все но теперь я буду только в этот режим и играть и все но смысл его это или голодные игры или last man standing называйте как хотите смысл такой 24 игрока ну или 16 это в зависимости от сервера спаунится на одной из двух карт монолит ну или карта как же она там называлась какая-то там аллея ну первая карта монолит это еще из антернет 2.5 взятая карта на которой не было зомби на которой нужно выживать без них и просто она обрезана не до конца в общем не полный объем карты а карта какая-то там аллея это всего-навсего обрезанный дефтест ну или даже не обрезанный а вообще полный дефтест какой он может быть и как бы вам нужно как можно быстрее как только вы заспаунились быстрее ваших оппонентов подобрать оружие амуницию ну и собственно поубивать всех и остаться последним в живых ну и стать победителем значит и я уже уверен что кто-то из вас найдется кто скажет но ведь там есть снайперские винтовки вот на видео вижу ты кемперишь паскуда кемперишь кемперишь фу крыса убил его но так вот смысл в том что тут по кемперить я люблю кемперить активно это вообще не кемпинг а потому что кемпинг когда разбили палатку залезли там сошки поставили на винтовку прицелились ну и сидим собственно два три дня и выжидаем противника я люблю играть в активный снайпинг но это другая история смысл в том что как бы там палатка не нужна вот и все чем он отличается вы меняете быстро позиции то есть вы не сидите все время на месте так тем более тут сделано так чтобы геймплей протекал активно на вас с краев карты все сближается и сближается отравленный газ ну или какая-то белая пелена токсичная или я не знаю что ну короче если вы до нее дойдете вы начнете быстренько умирать поэтому на краю карты на горе в кустах со снайперской винтовкой и с другим оружием на перевес у вас посидеть не получится но тут конечно есть некоторые элементы дисбаланса но это расскажу в следующем видео там где могу дать стопроцентные рекомендации к тому чтобы победить на карте какая-то там аллея и остается сказать только одно режим сделан классно на славу дисбаланса практически никакого нету проблема только единственная в том что кто первый подобрал оружие тот и победит но тут чисто на реакцию это голодные игры ё-моё ты видишь оружие так беги к нему а не стой и не жди пока твой оппонент который находится за два три метра от тебя не перегнал тебя и не подобрал ака и не всадил тебе пару пуль в голову меняй свое тактическое мышление включи какую-то реакцию и вообще в конце концов инстинкт самосбережения даже в этой кубической игре в целом я рассказал об этом режиме все и остается сказать только то что как бы зайди туда и поиграй прояви свой скилл покажи его всем повеселись можешь даже с друзьями по рейд колу по скайпу вместе еще веселее хотя кого я обманываю я же видеоблогер у меня нет друзей ну что ж перейдем к другим добавлениям нововведениям улучшением исправлением в общем событиям которые случились за эту неделю ну или за этот патч в игре антернет начнем добавлена кнопка брауз для просмотра содержимого мастерской добавлена новая записка если я не ошибаюсь на карте вашингтон в папку экстрас добавлены иконки всех предметов в высоком разрешении но это для графа дрочеров в общем кроме того изменены некоторые достижения также теперь не будет таймера выхода с сервера если на нем один игрок или он находится в безопасной зоне что весьма хорошо потому что меня один раздолбал и я зашел на сервер ну вот сам создал и хочу выйти и жду таймера ну в общем если честно без комментариев так надо было сделать сразу кроме того исправлены проблемы некоторых сообщений в обучении но этом пару ошибок видел но не суть исправлены проблемы хитбокса персонажей на сервере это правильно потому что раньше я стрелял по противнику но почему-то не критовал даже если попадал в голову теперь то я вижу что все исправили также исправлен диапазон взаимодействия с баррикадой это правильно потому что управлять снимать баррикаду на расстоянии в пять шесть метров и управлять и ставить снимать крутить если честно как то странно но мы же не слендеры что у нас руки в 10 метров ну и собственно на этом поток важной информации в этом патче истек ну и видео соответственно подошло концу буду надеяться вам понравилось то что я как бы озвучивал только самое главное кроме того выражал собственное мнение хоть мне кажется всем на него насрать но тем не менее и вообще в целом буду надеяться что вам понравился формат таких видео и я не зря его возобновил потому что я делал перерыв примерно в 2-3 месяца а все потому что зашел на youtube analytics и решил посмотреть что же больше нравится людям и я практически не удивился что людям нравится не столько хорошо смонтированные качественные красивые и информативные желательно видосы а больше им подавай open кейсиков желательно чтобы там выпадали всем драгон лоры там еще какие-то крутые вещи желательно чтобы их минимальная цена была 50 баксов ну это хотя бы что так под минимум желательно монтажико млг вомбо комбо вау эдди о бэй битс трипл и так далее против млг сразу говорю не имею ничего против я только за ну и как бы поэтому я имею ввиду из за того что посмотрел аналитику я прекратил выпускать видео на эту тему потому что заметил что как бы никому вообще то и не интересно ну и решил подождать пока кто то другой начнет снимать это дело и посмотреть как у него с этим получилось ну и мой друг внезапно заняться за это дело правда к тому времени у него уже была аудитория она была готова есть любые видео даже информативные но он немножко по другому делает но это его собственный формат и вообще как бы я не буду влезать в чужое дело как говорится не буду считать чужие деньги ну потому что за просмотры и рекламу деньги даются но это другая история слушайте мне кажется я отошел от темы я же должен был сказать типичный ютуберский бред а не 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 я для этого смонтировал специально видосик короче сейчас посмотрите ну а я с вами прощаюсь до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok